Продолжение следует... В нации жителей сокращается количество заболевших. Здравствуйте в студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ «Армавир» познакомлю вас с основными событиями из жизни города. Очередной прием граждан по личным вопросам провел глава «Армавира». Андрей Харченко вместе со своими заместителями и руководителями структурных подразделений мэрии ответил на вопросы жителей. Прием проходил в городском дворце культуры. Подробности в первом сюжете выпуска. Напомним, каждую пятницу, свой рабочий день, глава «Армавира» традиционно начинает с приема граждан по личным вопросам. Но, как показывает практика, вопросы зачастую бывают не только личными. Они затрагивают интересы всех горожан. Так, Татьяна Галанина пожаловалась на некоторых водителей автобусного маршрута 24 и 24А. Она рассказала, что в час пик из поселка Вим не уехать и до самого поселка не добраться. Автобусы перегружены. Дело в том, что 24А маршрут, который у нас ходит, вокзал 1, Вим-1, не обеспечивает пассажироперевозки. Людей очень много добавилось. Добавились проживающие многодетные семьи на дачах, на Вим-2. Многорождаемость очень повысилась. Поселок Вим-1, там только почти 200 детей маленьких. Их все от нас, родители, бабушек, дедушек, все от нас надо перевозить. Эти маршруты не справляются. Как всегда толпа, она стоит на подножках, висит, дверь автомат закрывается, цепляется тут за капюшон, за веревочку, ее начинает тушить. Дверь автомат в маршрутках, водитель сам открывает, закрывает, начинает ее тянуть, и уже у женщины глаза на вопу лазит. Мы все маршруткой кричим, останови, открой дверь. Женщина уже крепит. Второй пример, девочка маленькая, тоже как всегда толпа. Мама даже не отследила, что девочке ручку прищемило, не там, где вот ручка, а вот с этой стороны двери. Детер стоит плачет, она не может шага сделать никуда, потому что толпа. Глава Армавира назвал подобную ситуацию недопустимой и поручил в соответствии с законодательством наказывать водителей-нарушителей. Отделу транспорта администрации совместно с автоинспекторами усилить контроль за данным маршрутом. Вот ему ставлю задачу жить на этом маршруте, только администрировать, другого пути сегодня нет. Администрировать, и знаете, вот такая динамика мы видим, чем больше мы это делаем, тем меньше жалоб. Каждый день вы для себя понимаете, сколько работает на маршруте 24-24. Руководитель транспортного предприятия также обещал разобраться в ситуации. Кроме того, планируется увеличить количество маршруток, обслуживающих направление до поселка Вим. Машинное предприятие, класс «Мерседес», 20-местный, значит, на замену ему сейчас, буквально, сейчас идет процесс в Лизинг, берется еще один «Некст», который тоже, ну, повышенной вместимости, то есть там и стоячие разрешенные, и салон вместимый тоже. Водитель совершенно, как бы, независимый от, он будет получать чистую зарплату, то есть он будет делать 30. Я, со своей стороны, могу гарантировать, оборачиваясь, ну, пока одной машиной оборачивали полтора часа, но я могу гарантировать, что время будет четкое, и уезжать будут все. Жителям Армавира в своих обращениях в администрацию по поводу нарушений на общественном транспорте рекомендуется называть номер маршрута и госномер автобуса нарушителя. Если не смогли его запомнить, то точное время и место, где произошел инцидент. Это позволит сотрудникам администрации с помощью системы ГЛОНАСС найти и наказать водителя в случае, если его вина подтвердится. Марина Белова, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир. К другим новостям. День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 25 число. В этот день дети поздравляют своих мам, проводятся различные социальные акции. В нашем городе виновницы торжества начали поздравлять уже 23 ноября. Рассказывает Влада Волошина. Образ матери почитается в любой культуре мира. И в каждой стране есть праздник, посвященный маме. В России он появился в 1998 году и сразу стал одним из самых любимых. Не стал исключением и 2018 год. Поздравлять женщин с праздником начали еще за несколько дней до него. Главное торжество состоялось в зале городского дворца культуры. Дети подготовили мамам подарки, творческие коллективы, трогательные песни и танцы. День матери – это еще одна возможность выразить чувства к человеку, который подарил жизнь. В нашем городе принято с уважением относиться к материнству. Ведь воспитание достойного человека и гражданина начинается именно с семьи. А заботы о детях традиционно ложатся на плечи женщины. Сегодня мама – это воплощение жизни, это начало жизни. Сегодня мама – это воплощение любви. Не зря говорят, что искренняя и самая верная любовь – это любовь матери к своим детям. По случаю праздника и за большие заслуги в воспитании подрастающего поколения самые выдающиеся армавирские мамы получили благодарности и цветы. Это многодетные женщины, а также те, кто вырастил чемпионов, артистов, общественников и научных деятелей, которыми гордится наш город. А добрые слова и поздравления прозвучали в адрес всех мам. Мы говорим сегодня спасибо нашим мамам. Спасибо за то, что дали жизнь, за эти бессонные ночи, за слезы, за прекрасное образование, за ту душу, которую вложили в нас наши мамы. Зал Дворца культуры был переполнен. Принять участие в трогательном празднике пришли женщины всех возрастов. С каждым годом День матери становится все популярнее. Ведь сколько добрых слов мы не говорили бы своим мамам, лишними они не будут. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем каждой матери всегда чувствовать любовь и заботу своих детей. Влада Волошина, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Профилактика работает. Врачи отмечают снижение числа заболевших гриппом и острыми вирусными инфекциями по сравнению с прошлым годом. Это происходит благодаря массовой вакцинации жителей. Сколько человек уже сделали прививку от гриппа, знает Инна Лепеткина. Вакцинация против гриппа в «Армавире» стартовала еще в сентябре. Медики рекомендовали готовиться к сезону простуд заранее, и это дало нужный результат. По сравнению с прошлым годом, число заболевших стало на порядок меньше. Мы отмечаем снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями среди детей на 9%, а среди взрослого населения на 11%. И благодаря чему достигли такого уровня снижения заболеваемости? Только благодаря вакцинации населения. В среднем по краю вакцинацию от гриппа проходят 3 миллиона человек. Это 53% жителей Кубани. В «Армавире» такую прививку сделали более 70 тысяч человек. После укола не было зафиксировано ни одного осложнения. Зато в течение полугода пациенты смогут избежать пневмонии и других серьезных последствий гриппа. Формирование иммунитета в среднем происходит в течение месяца. В зависимости от напряженности иммунитета. Поэтому желательно за месяц до начала эпидемической вспышки. Лучше всего начинать с августа месяца. Мы получаем в последнее время вакцину в августе. И это как раз способствует формированию иммунитета до начала эпидемии гриппа. В городе на 100% привиты медицинские работники, педагоги, допризывная молодежь, а также многие пенсионеры. Вакцины нередко закупают крупные предприятия для своих сотрудников. Профилактику еще могут пройти лица с высоким риском осложнений. По остаткам вакцины могут приходить в поликлиники еще лица старше 60 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Обратиться в привычный кабинет. Лица, страдающие хроническими заболеваниями, должны пройти осмотр у врача-терапевта и получить разрешение допуск к вакцинации. Прежде чем сделать любую прививку, важно соблюдать основные правила. Нейти на процедуру с симптомами ОРВИ и повышенной температурой и не раньше двух недель после перенесенной болезни. Если все сделать правильно, то вакцинация поможет защитить вас и ваших близких от простуды и гриппа. В связи с похолоданием администрация города напоминает водителям о необходимости установки зимнего комплекта шин. Это позволит избежать ДТП. Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте дистанцию. Продолжаем выпуск. 3 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов для физических лиц за 2017 год. 90% армавирцев будут встречать Новый год без долгов. А вот к должникам примут меры. Если у вас нет личного кабинета на сайте фискального ведомства и вы так не получили квитанцию, обратитесь в налоговую инспекцию. С подробностями Лариса Юровская. Налоги – это необходимые поступления в бюджет, а значит новые дороги, качественное медицинское обслуживание, питание в школах и детских садах. Те пункты, на которых нельзя экономить. Своевременное пополнение городской казны позволяет без задержек финансировать важные социальные программы и выплаты. Армавирцы – народ добросовестный. По словам представителей налоговой службы, 90% граждан уже оплатили имущественный налог. Начислено у нас в бюджет города Армавира порядка 55 с небольшим миллионов налога на имущество, 47,5 миллионов земельного налога – это налоги, которые непосредственно поступают в городской бюджет. И чуть более 178 миллионов транспортный налог, который зачисляется в региональный бюджет. В этом году налогоплательщики имеют небольшую фору. Так как 1 и 2 декабря в этом году выходные дни, то срок уплаты завершается 3 декабря. Тем, кто не уложился вовремя, с этого дня будет начисляться пене. В случае длительной задолженности к неплательщикам будут применяться меры принудительного взыскания. Это начисление пени, подача документов в суд, передача судебных приказов в службу судебных приставов, ограничение выезда за границу. В процессе взыскания долгов у нас также принимают участие работодатели, которые имеют право получить от налоговой инспекции информацию своих сотрудников, которые не уплатили своевременно налоговые платежи. Способов оплаты много. Это и банк, и терминал. В век информационных технологий большинство граждан пользуются услугами личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы, получают квитанции в электронном виде и переводят деньги, не выходя из дома. Тем, кто по старинке ждет извещение по почте и по каким-то причинам до сих пор его не получил, необходимо до 3 декабря обратиться в операционный зал в инспекции. И помнить, переносить старые долги в Новый год – плохая примета, а копить их – и того хуже. Лариса Юровская, Артур Коржанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Отличные дороги даже на окраинах. В Армавире продолжается капитальный ремонт улиц с асфальтным покрытием. Впервые за много лет приведут в порядок и дорогу на промзоне 16. За ходом работ наблюдала наша съемочная группа. Промзона 16 – тот район города, где расположено много производственных предприятий. И хорошая дорога здесь просто необходима. Участок от ТЭЦ до железнодорожного переезда капитально не ремонтировался более 20 лет. Состояние проезжей части было плачевным. Но теперь все преобразится. Была большая колейность, сетка, трещина была. Предприятие, дорожно-транспортная компания качественно выполняет со всеми соблюдениями технических норм, правил. Дорога, я надеюсь, что всем водителям очень понравится. Подрядчики приступили к работе 20 ноября, а 26-го собираются уже закончить. Небольшие коррективы вносит ненастная осень. Дорожники относятся к процессу ответственно и учитывают погодные условия. Ремонт качественный и капитальный. Сначала применили фрезерование, теперь началось асфальтирование. Оно проводится в два этапа. По продольному профилю, по поперечному профилю состояние автомобильной дороги было ужасное. Фреза для того, чтобы снять все неровности, выравнивать слой, укладывается, чтобы выровнять поверхность, и уже на более ровную поверхность укладывается слой покрытия. Таким образом отремонтируют участок протяженностью 1425 метров. Кроме укладки асфальта будет сделана отсыпка обочин и обустройство кюветов. В составе бригады 10 рабочих, 3 единицы техники. Подрядчики стараются создавать как можно меньше помех движению автотранспорта. Одну полосу мы оставляем для реверсного движения. То есть водители друг другу выступают, пропускают, не мешают укладке асфальтобетонной связи. Водители относятся с пониманием, уступают дорожной технике, уступают автомобилям, которые подвозят асфальт. Дорожники дают гарантию 5 лет на свою работу. Но говорят, что проезжая часть достойно прослужит гораздо дольше. Влада Волошина, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Хорошая новость для ценителей изделий из натурального меха. В Армавир приезжает меховая ярмарка «Куница». На выставке представлен широкий ассортимент изделий с грандиозными скидками. Норка от 30 тысяч рублей, мутон от 10 тысяч. Рассрочка, гарантия 2 года. Ярмарка пройдет в городском дворце культуры с 23 по 25 ноября. Это была заключительная информация. Еще больше новостей на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова